Доброе утро! Доброе утро! Говорим мы вам сегодня в студии Екатерина Чапорок и Виталий Иванов. Просыпайтесь, друзья! Впереди ведь отличный день. Да, ну, к сожалению, есть такие люди, которые говорят по утрам, что утро добрым быть не может. Они особо сонные, по утрам трудно просыпаться. Ну, что же сказать, как лодку назовешь, так она и поплывет. Так что просыпайтесь, все обязательно будет хорошо. Мы же специально для вас подготовили очень насыщенный информационный завтрак. Сегодня в эфире. Сегодня в утреннем эспрессо. Узнаем, как и зачем самостоятельно строить мельницу на своем участке. Разберемся, какие нюансы нужно учесть, прежде чем отправиться в отпуск с ребенком. Убедимся, что научиться рисовать можно в любом возрасте. Ну что ж, жаркая солнечная погода, все приближается к нам все больше и больше. Есть такие жаркие солнечные денечки. Но не стоит забывать, несмотря на то, что эти дни вызывают восторг у большинства жителей, не стоит забывать о безопасности. Специалисты санопедитных служб безустанно напоминают нам о мерах профилактики клещевых инфекций. Почти 2000 человек в нашей стране к началу мая обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Да, это превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Но наиболее количество нападений клещей отмечается в лесу и сельской местности. Высокие температуры воздуха во второй половине весны определили раннее начало сезона активности клещей. Связано это с их увеличением. Так что нужно быть очень-очень внимательными. Да, так что не забывайте при этом еще выезжать, когда на природу выезжаете. Необходимо надевать головной убор, одежду светлых тонов, плотно прилегающих к запястьям и щиколоткам. А также каждые два часа специалисты рекомендуют осматривать себя и своих близких для того, чтобы вовремя обнаружить и снять клещей. Для отпугивания паразитов рекомендуется использовать репелленты. Ну что ж, при обнаружении клеща еще необходимо помнить, что сразу надо обратиться к врачу. Желательно клеща этого словить очень аккуратно, снимать тоже аккуратно, если вы это делаете. Но лучше, если специалист это делает. Ну, собственно говоря, медики удалят его, определяют, влияет ли он на ваш организм, инфицирован ли он и в безопасности ли вы остались. Ну, вот такая вот обратная сторона медали. Теплой, замечательной погоды. Друзья, надеемся, что с вами такого не произойдет. Все обязательно будет хорошо. Прямо сейчас предлагаем посмотреть прогноз синоптиков и узнать, что уже ждет нас сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию прямого эфира для того, чтобы анонсировать наш первый сегодняшний розыгрыш. Отличное настроение. Оставайтесь, пожалуйста, с программой Тринь-Эспрессо. Много интересных гостей у нас впереди. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам. 21-55-65. У нас первый розыгрыш. Поход в Солнечный город. Да, игровая комната «Солнечный город» — это место, где вы обязательно будете улыбаться, ваши дети будут счастливы. Друзья, дозванивайтесь и выигрывайте вот этот замечательный сертификат, который сейчас видите на своих экранах. А, собственно, что нужно сделать? Очень простое задание. Дозвонитесь, пожалуйста, и удивите нас скороговоркой. Ну вот сразу и проверим, проснулись вы уже окончательно или еще нет. Это поможет вам и проснуться, немножко размять себя, размять мозг, размять, скажем так, мышцы лица. Их у нас огромное количество на лице. И отлично настроение к этому всему добавить. Плюс, если вы отвлечетесь от чашки кофе, от завтрака, сможете сделать что-то очень полезное. Когда человек отвлекается от еды, худеет. Как минимум выиграть сертификат для своего чада. Ведь это обоюдное удовольствие, потому что ребенок будет развлекаться, а вы в этот момент сможете отдохнуть. Ну а что, родителям тоже нужен отдых иногда. Действительно, Солнечный город вам его подарит, друзья. 21-55-65, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, будем помогать вам придумывать скороговорки и вместе их скороговаривать. Дозванивайтесь. Скороговаривайтесь. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Виктория. Виктория, очень приятно вас слышать. Как декретный отпуск протекает? Хорошо. Отлично. Малыши уже проснулись? Да. Кто у вас? Ну, девочка еще маленькая не проснулась, а остальные не проснулись. Ясно. Все уже разошлись по вашим делам. Вы же были в Солнечном городе? Да, были в Солнечном городе. Ну, я надеюсь, только солнечные улыбки подарила вам эта игровая комната? Ну да. Я не хотела уходить. Ну, естественно. Дети никогда не хотят уходить из таких замечательных мест. Скажите, пожалуйста, какой скороговоркой вы сейчас удивите нас? А надо свою или вы будете задавать? Любую. Главное, сказать хорошо. У нас есть, конечно, в запасе пару скороговорок, но мы предпочли бы услышать вашу какую-нибудь. Да, ну я только могу вашу, которую помню вы когда-то, где вы загадывали. Давайте, давайте. Четверг четвертого числа, четверть четвертого числа. Четверг четвертого числа, только там что-то дальше было, нет? Вы не помните? Это было продолжение, это была вторая часть. И еще раз, наверное, для более точности, потому что последнее слово немножечко было неправильное. Четыре четвертого числа, четыре четверти часа. Четыре четверти часа, да, может быть. Я думаю, что в любом случае, за тот факт, что вы так рано с утра смогли выговорить эту скороговорку, пускай такую небольшую, мы с удовольствием отдаем вам сертификат в детскую игровую комнату «Солнечный город». Можете передать приветы и подарить свое хорошее настроение Брестской области. Передаю всем своим родным всем привет. Желаю каждому телезрителю раннего доброго утра. И всегда, чтобы у нас такая хорошая была с утра погода. Спасибо. Спасибо вам большое. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ну что ж, ну действительно, чтобы хорошая погода была, а еще хорошее настроение, что нужно делать? Нужно с утра пораньше заниматься спортом. Тем более, что сейчас вот это замечательное увлечение может вам еще и подарить отличный подарок. Да, телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит фотоконкурс под названием «Семейный спорт-стайл». Всем необходимо прислать фотографии вашей семьи, дети, родители, бабушки, дедушки, все, кого хотите, где вы дружно и весело занимайтесь спортом. Самое необычное, интересное, спортивное, креативное фото будут отмечены. А обладатели лучшего получат подарки. Уже сегодня нужно прислать фотографию на наш сайт tvsobaka.trkabrez.by Присылать фотографию до 31 мая. Итоги подведем в день защиты детей 1 июня. Напомним, что каждый год в этот день телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит телемарафон благотворительный. В этом году это тема «Спорт и дети». Два года назад мы помогали Кобринскому детскому дому. Прошлым летом театру «Глория», который работает на базе Жабинковской школы-интерната для слабовидящих детей. Да, в этом году в поле нашего зрения Брестская секция настольного тенниса, отделение инваспорта. Там тренируются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Напоминаем, что принять участие в телемарафоне от сердца к сердцу может каждый. 1 июня телеканал «Беларусь-4 Брест». На протяжении всего дня присоединяйтесь, пожалуйста, и к эфиру, и к добрым делам, которые будем совершать вместе. Да, друзья, присоединяйтесь. Поверьте мне, в добрых дел не бывает много, и маленькая помощь не бывает маленькая. Любая помощь – это помощь, тем более в таком большом и добром деле. Так как проходит День защиты детей, по доброй традиции нашими соведущими станут юные телезрители. Если вы, молодые люди, занимаетесь спортом и уже, скажем так, что-то достигли, присылайте, пожалуйста, свою видеовизитку до 25 мая и станьте ведущим телемарафона. Ну, родителям стоит лишь напомнить, что вам нужно помочь своим детям. Для этого достаточно лишь мобильного телефона и, конечно же, желания. Маленькая визитка, где ваш ребенок расскажет о том, каким спортом он занимается, почему хочет стать ведущим. И, возможно, именно ваш ребенок будет открывать телемарафон и говорить 1 июня всей Брестской области. Доброе утро. Мы тоже еще раз говорим вам сегодня доброе утро. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Программа «Утренний эспрессо» двигается по эфиру. Прямо сейчас рубрика «Дочки-сыночки» в отпуск с ребенком. Особенности, интересные факты об этом узнаем. Доброе утро. В преддверии сезона отпусков все больше семей начинают планировать свой отдых. Оператор, курорт, отель. Как много вопросов нужно решить. Но самый главный из них – как сделать поездку безопасной для ребенка. Что предпринять, чтобы отпуск прошел с удовольствием для всех и без лекарств? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вопрос номер один – это с какого возраста ребенку можно путешествовать. И, как утверждают педиатры, возраст малыша не имеет значения. Как правило, дети, не имеющие хронических болезней сердца и сосудов, легко адаптируются к любым условиям. При условии, что родители не перекармливают малыша в первые дни путешествия и не сидят целый день на пляже по нескольку часов. Что еще должны знать семьи, планирующие путешествие с маленьким ребенком? Значит, уж с того, что семьи все чаще и чаще путешествуют с маленькими детьми. Это удобно, комфортно и безопасно. Чтобы отпуск прошел комфортно, обращайте внимание на выбор страны, особенно для маленьких детей, как мы называем их инфанты, до двух лет, где перелет составляет минимальное количество времени. Если дети более старшего возраста, в принципе, любая страна мира для вас открыта. Волнительный вопрос номер два. С какого возраста ребенок может путешествовать? На самолете. И вот ответ. Если ему больше двух недель, путешествовать с самолетом он может. Без опаски. Однако есть два момента, о которых вы должны знать. Во-первых, во время посадки самолета у детей часто болят уши. За счет резкого перепада давления может возникнуть спазм слуховой трубы, что приводит к боли и развитию отита. Поэтому, если у ребенка увеличены аденоиды, есть хронические болезни уха или склонность к отитам, то перед взлетом и посадкой нужно закапать в нос детские сосудосуживающие капли. И тогда у вашего ребенка не будет закладывать уши в самолете вообще. Во-вторых, в самолете очень сухой воздух, а значит, могут пересыхать слизистые оболочки носа. Возьмите с собой на борт солевые капли, промывайте ребенку нос и почаще давайте ему пить, чтобы не пересыхало во рту. Следующий вопрос путешествующих с детьми – это по каким критериям выбрать отель для отдыха? Чем там кормят маленьких детей и что, если ребенок заболеет? Выбирая отель, обращайте внимание не только на звездность, но и на наличие детского клуба, наличие детского питания, либо хотя бы диетического питания, которое с успехом заменит детский стол. Если ребенок приболел, в любом случае по законодательству Республики Беларусь все туристы застрахованы, в том числе и дети. Кроме этого, мы предлагаем открыть дополнительную страховку, чтобы, как говорится, дополнительно перестраховать себя. Поэтому врачи действительно на курортах, которые обслуживают эти платные медицинские страховки, они высокой квалификации, и я думаю, что проблем не должно возникнуть. Дорогие родители, оказывается, дети, которые рано начали путешествовать, гораздо легче адаптируются в жизни и проще находят контакт с разными людьми. Поэтому, если вы грамотно подойдете к планированию семейного отпуска, он оставит в вашей копилке памяти только приятные воспоминания. Что хочется добавить? Папа не был рядом с мамой. Вот комфортно, удобно и очень классно с ребятишками. И мама, и ребятишки, а папа где-то отдельно. Ну, неправда. На самом деле, чем больше вы проводите времени со своим ребенком, тем лучше. Я бы не смогла улететь в отпуск без своего ребенка, потому что мне кажется, что малыш тоже должен получать вот это замечательное солнечное настроение, которое только на море возможно. Это прекрасно. Малыш может получить замечательное солнечное настроение и с бабушкой деревни, поэтому родители на море, а бабушка и дедушка счастливы, рады, что внук или внучка будут рядом с вами с ними целую неделю. Ну что ж, друзья, продолжаем наши эфиры. Очень интересная информация, потому что, если вы еще не спланировали ближайшие выходные, уже самое время это делать. В Овцевичском районе, в мемориальном комплексе партизанской славы Хованщина 26 и 27 мая организуют реконструкцию «Один день из жизни партизанского отряда». Стоит добавить, что подобные интерактивные действия с военно-исторической реконструкцией в роще Хованщина проводятся ежегодно. Сценарии постоянно меняются, поэтому точно будет интересно. В этом году организаторы сделали упор на быти партизан. Посетителям покажут, как и в каких условиях жили люди в отряде, чем занимались обитатели семейного лагеря, что собой представляла лесная школа, санчасти и редакция газеты «Заря». Да, будут также представлены оружие, одежды военного времени, реконструкторы воспроизводят эпизоды, приближенные к боевым, элементы штыковой атаки, например. Ну а гостям будет предложено отведать партизанской каши и чай из лесных трав. 26 и 27 мая в Овцевичском районе, в мемориальном комплексе партизанской славы Хованщина, вас ждет вот такой интересный, насыщенный, я бы сказала, выходной день. И если вы туда все-таки соберетесь, очень любопытно будет посмотреть, правда? Я думаю, что соберутся наши брещания, очень активные люди. Наверняка об этом напишут источники, бумажные источники, информационные, различные сайты. Всегда, всегда об этом пишут, о самых интересных событиях. Еще о чем напишет наша пресса, узнаем из обзора прессы прямо сейчас. Чемпион мира 1986 года аргентинец Диего Марадона получил майку Брестского «Динамо» под номером 10 на пресс-конференции в Абу-Даби, где он представлен как председатель правления Брестского футбольного клуба. Марадона намерен работать с командой на стадионе и хочет отдать все лучшее, чтобы сделать клуб сильнее, сообщает «Заря». Уже много лет в конце мая маршруты тысяч байкеров из разных стран сходятся в Брестской области на масштабном байк-фестивале. В нынешнем году программа снова обещает быть насыщенной. Ну а главными ее составляющими будут, конечно, мотоциклы и рок-н-ролл. Старт фестиваля будет дан 25 мая. Подробности в газете «Заря». Молодежный форум педагогических идей и решений прошел в оздоровительных лагерях «Салют» и «Колоц». Название лучшего претендовали 35 молодых педагогов Бреста. Подробности в свежем номере Брестского вестника. 5 миллионов долларов на реконструкцию получит мемориальный комплекс Брестской крепости. Их выделят из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Подробнее в материале Брестского вестника. В Прибожье прошел областной животноводческий семинар-совещание, в котором приняли участие животноводы Брестской области. Подробности в газете «Заря над Богом». Житель деревни Вильямовичи не позволил пожару обернуться трагедией. О том, что произошло на самом деле, читайте в свежем номере «Зари над Богом». О чем прочитать, узнать из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Сегодня 24 мая. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1803 году в Вене впервые прозвучала соната ле-мажор для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвященная французскому скрипачу-виртуозу Рудольфу Крейцеру. Знаменитая Крейцерова соната. Партию фортепиано исполнял сам маэстро. В 1937 году в Париже открылась Всемирная выставка. К этому событию на правом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни, был построен дворец Шайо. Павильон СССР напоминал несущийся корабль, но с которого венчала 24-метровая скульптура Веры Мухиной «Рабочий колхозница». 24 мая 1906 года – дата рождения Александра Вишневского, советского хирурга, генерал-полковника медицинской службы. С середины прошлого века был главным хирургом Советской армии. Впервые в мире сделал под местной анестезией операцию на сердце в 1953 году. Первую в СССР операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. В 1911-м минчане впервые наблюдали полеты аэроплана над городом. Их совершил легендарный летчик Сергей Уточкин. Полеты были засняты для кинематографа собственным аппаратом кинотеатра «Гигант». Полет сопровождался таким ажиотажем населения, что только благодаря солдатам аэропланы сам авиатор не пострадали. В этот день в 1956-м в швейцарском городе Лугана прошел первый конкурс песни Евровидения. В конкурсе приняли участие представители стран Европы. Победа оказалась в руках у Швейцарии. Беларусь впервые приняла участие в мировом шоу только в начале нулевых. Лучший результат – шестое место в финале – покорилось Дмитрию Колдуну. Доброе утро. Говорим о вам еще раз. Программа «Утренний эспрессо» продолжает свой эфир. Около 15 тысяч семей в Беларуси воспитывают неродных детей. Насколько остро стоит проблема социального сиротства в нашем регионе, поговорим с сегодняшней гостью. У нас в студии в гостях Попова Ирина Александровна, заместитель начальника управления образования Брестского область полкома. Доброе утро, Ирина Александровна. Доброе утро. Действительно, защита прав и законов интересов ребенка – приоритетное направление в государстве, в социальной политике государства. Как это направление реализуется и действительно готовы ли мы сталкиваться с этими проблемами и решать их? Да, действительно, приоритетным направлением государственной социальной политики является улучшение положения детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов. Но в качестве одной из мер, позволяющих реализовать это направление, есть развитие института замещающих семей. А что такое замещающая семья? Расскажите подробнее. Замещающая семья – это понятие, которое определяет альтернативные формы интернатному воспитанию. Это включают в себя опекунские семьи, приемные семьи, детские дома семейного типа, а также усыновленные семьи. Да, на самом деле тема такая очень трепетная. Мы приглашаем также всех наших телезрителей принять участие в этом разговоре 21 55 65. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, вы мечтаете стать замечающим родителем или сталкивались с этой системой, хотите что-то прокомментировать, пожалуйста, дозванивайтесь к нам по телефону 21 55 65. Скажите, пожалуйста, много деток сейчас в Брестской области остались по тем или иным причинам без попечения родителей? В Брестской области проживают 2460 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Но у нас ежегодно до 83% этих детей устраиваются как раз на семейные формы. Вообще-то большие цифры в сравнении с государственными цифрами? Мне кажется, это такая огромная цифра, все-таки 2000 детей. Или в целом все находится под контролем, образно говоря? В принципе, оно получается где-то под контролем, потому что цифры колеблется где-то как раз в тех, которых я назвала. Какие-то резкие динамики, всплески, может быть, с чем-то связанными? Либо это цифра, которая постоянно находится в таких процентных соотношениях, это может быть связано с какими-то социальными проблемами в государстве, если существует, или никак это не связано? Как вы увязываете как отдел? Вы знаете, я бы сказала, что здесь эти цифры просто плюс-минус из года в год. Нельзя где-то с какими-то направлениями, с какими-то вопросами связывать непосредственно. Государство очень серьезно занимается этой темой. То есть помимо того, что есть программы специальные, и главой государства поставлены задачи действительно перевести на такую семейную форму. Вы как специалист отдела образования, как считаете, успешна ли эта форма опеки? И как, собственно говоря, в этом отношении реализуется, как будет реализовываться дальше перевод именно на семейную форму? То есть, я так понимаю, это основная задача? Да, это в самом деле приоритетное направление, и, конечно, мы стараемся ее выполнить. Вот в 2017 году в Брестской области было построено 4 детских дома семейного типа. Это Малорицкий, Пинский, Драгичинский районы и город Брест. В 2018 году у нас планируется построить еще 4 дома. Это в 2 городе Бресте, в Пинском районе и Пружанском районе. Давайте для зрителей, которые, возможно, не в теме находятся, объясним, чем дом семейного типа отличается от детского дома. Вы знаете, это совершенно другая форма. Если детский дом – это интернатное учреждение, а детский дом семейного типа уже в своем названии заложено слово «семейного». Здесь подразумевается, что родитель-воспитатель, может быть, семейная пара родителями воспитателя, может быть, один человек, который захотел воспользоваться такой возможностью и воспитывать приемных детей, дать им свое тепло и помочь попавшим детям в непростую жизненную ситуацию, то здесь как раз есть возможность детям адаптироваться больше к нашей жизни именно через семью. Вот именно детский дом семейного типа в этом случае дает все возможности устройства именно семейного. В сути дела пытаются организовать сочетание несочетаемого, то есть семейные ценности, которые должны передаваться ребенку, плюс государственные задачи, которые никуда не деваются, перед этими родителями остаются. Но все равно, находясь в семейной среде, я так понимаю, что адаптация происходит лучше. Есть какая-то статистика по существованию таких домов семейного типа, положительная статистика, и как будет развиваться это направление в будущем? Это считается приоритетным направлением? Да, это одно из приоритетных направлений. И, конечно, детки, которые у нас воспитываются в детских домах семейного типа, в тех же приемных семьях, намного лучше адаптируются в дальнейшем в жизни. Они получают все возможности именно в таком устройстве, узнать, как устроен быт именно в семье. То есть они проходят все этапы, как обыкновенный ребенок, который у каждого из нас есть, и мы воспитываем в семье. Скажите, пожалуйста, родитель, воспитатель и родитель, который является приемным родителем, это тоже, опять-таки, два разных понятия. Много ли детей в прошлом году было усыновлено в Брестской области? В Брестской области в прошлом году было усыновлено 76 детей. Это достаточно хорошая, скажем, такая цифра. Хотелось бы, конечно, чтобы это было больше, потому что, как мы с вами говорили, это приоритетная форма именно семейная. Но не все готовы принять. То есть каждый человек должен для себя решить, может, хочет ли он воспитывать приемного ребенка. Александра, огромную работу проводит государство по подготовке таких родителей, как в приемную семью, так и в детские дома семейного типа, и вообще в любую форму опеки. Вот один ребенок уехал за границу. То есть огромная программа, которая исследует и состояние этих родителей, и возможности этих родителей, как за границей, так и у нас. Цифра один – это очень маленькая цифра? Да, это совсем небольшая цифра. В прошлом году один ребенок был усыновлен за рубеж. Процедура усыновления за рубеж достаточно сложная. Она контролируется органами опеки и на государственном уровне. Естественно, необходимо очень много пройти этапов для того, чтобы это осуществить. Но бояться этого не стоит. То есть люди, которые сейчас услышали, готовы это сделать, они не должны бояться этих трудностей. Хотя хочется, конечно же, подчеркнуть, что не все так просто, и родителям приемным быть очень тяжело. С какими сложностями, трудностями встречаются вот такие люди чаще всего? Вы знаете, наверное, самая большая трудность или сложность – это в первую очередь, когда встречаются с детьми, вот этот первый этап общения. Потому что ребенок, попадая в семью, все равно это есть какой-то определенный стресс для ребенка. Поэтому здесь необходимо установить первый контакт. Конечно, детские дома семейная типа насчитывают детей от пяти до десяти. Это немалое количество, с которыми нужно уметь общаться, заинтересовать и организовать в самом деле семью. В приемных семьях это до четырех детей. Но от этого сложности не убавляется. Поэтому здесь самое главное, чтобы приемные родители и родители-воспитатели были готовы к тем трудностям, которые могут возникнуть. Скажите, а помогают ли им специалисты, отделы образования, возможно, работают психологи? Куда обращаться? Понятно, что разные периоды есть жизни, и первая эйфория, счастье от того, что ты сделал такой выбор, и помог ребенку, и у тебя получилось. Ты сталкиваешься с бытовыми проблемами, и есть нюансов и много психологического характера. Куда бежать таким родителям в такой ситуации? Безусловно, в каждом отделе образования спорта и туризма есть органы опеки, которые постоянно помогают таким семьям. И, естественно, если возникают какие-то трудности, в первую очередь нужно обращаться к ним. В обязательном порядке, прежде чем стать родителем-воспитателем или приемными родителями, проходят подготовку в наших центрах социально-педагогических, где, в общем-то, дают знания по общению с детьми, по различным сложным каких-то ситуациям, выходам из них. И, естественно, в любое время, как я только что сказала, родители-воспитатели могут обращаться за помощью, и им всегда помогут. Я в одном уверен, что если у человека хочет, он обязательно у него получится. Поэтому люди, которые сегодня, может быть, не готовы принять такое решение, а готовы помочь каким-то образом ребенку, форма опеки найдется любая, которая подойдет этим именно родителям в ситуации. Поэтому нашим телезрителям только пожелать не бояться этого и присоединяться к большой дружной семье города Бреста и области. Безусловно, мы будем очень рады. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Напоминаем нашим телезрителям то, что сегодня у нас в гостях была заместитель начальника управления образования Брестского облсполкома Ирина Попова. Мы же продолжаем детскую тему. И сейчас наши человечки будут рассуждать на любопытный вопрос. Кто такой миллионер? Ну, действительно. Посмотрим. Ну, я пока еще не знаю. Думаю, сидят и считают, сколько денег. У миллионера может быть много денег. Я не знаю, кто это. У них есть золото и монеты и деньги. Это типа полицейских. У меня леонеры, у них куча денег и еще монеток. И еще они их прячут, чтобы милиция не заметила. Леонеры живут в всяких банках. Там смотрят, сколько денег. И там команды. Вот моя мама раньше работала. Ей очень там нравилось. У нее там было много денег, когда она работала там. А сейчас работает на другой работе. Миллионеры любят есть еще устрицы. Всякие там спагетти. Другие там какие-нибудь бутерброды. Другие там всякие сосиски и все такое. Миллионеры – это богатые люди. А некоторые даже не работают. У них есть свои еводители. Свои пожарники, на всякий случай там. Свои перехватки уже. Еще люди, которые им покупают то, что им нужно. Сегодня Овднам предстоят неприятные минуты разочарования в любимом человеке. Старайтесь реагировать сдержанно на происходящее событие. Извлеките урок из данной ситуации. Тельцам сегодня придется быть мягкими и покладистыми, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком. Постарайтесь отдыхать с удвоенной расслабленностью, так как следующий отпуск вам светит не скоро. В первой половине дня близнецы получат новый рабочий проект или рабочую командировку. Не следует возмущаться свалившейся работой. Она даст вам возможность максимально ярко проявить свои способности. Сегодня у раков будет не слишком загруженный день, так что останется время на неспешную прогулку и поход по магазинам. Давно пора купить подарок другу на предстоящее праздничное событие. Львам сегодня следует уделить время рабочей рутине. Накопилось немало дел, которые следует закончить. Приведите в порядок документацию. Деве сегодня придется пойти на уступки близким людям или родственникам. Ваш миротворческий талант позволит наладить отношения между давно конфликтующими людьми. Сегодня весы заключат долгосрочный контракт с деловым партнером, что выведет вашу компанию на новый уровень развития. Вечером вам преподнесут приятный сюрприз. Скорпиону не стоит держать негодование при себе. Если видите явное нарушение справедливости, то постарайтесь аргументированно донести свое мнение. Сегодня у стрельцов есть риск больших финансовых потерь, как на работе, так и дома. Будьте бдительны, не заключайте договоров с непроверенными партнерами, не вкладывайте деньги в сомнительные операции. У Козерога хороший день для меценатства и благотворительности. Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не перекладывайте заботы другого на свои плечи. Водолею сегодня не стоит брать кредиты, пока ситуация с вашим финансовым положением не определена. Лучше попросите в долг у семьи или друзей. Рыбам придется держать проявление своего характера в узде. Раздражительность и эмоциональность не помогут вам в отношениях с коллегами и родственниками. Доброе утро, Брест! Привет всем! Просыпайся, Брещина! Доброе утро! Привет из Сочи! Доброе утро, мира Руси! Доброе утро, Брест! Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Всем привет! Похудеть к лету за два с половиной месяца запросто. И даже если до размера мечты будет еще далеко, участники проекта «Новый размер. Операция подснежник» точно будут знать, как правильно питаться и что нужно сделать для того, чтобы осуществить свою мечту. Каждый участник этого проекта пришел действительно со своими какими-то переживаниями, надеждами, со своей уникальной историей. У каждого есть свои причины участвовать в этом проекте, но мы уверены, у всех единая цель – «Новый размер». Их ждет жесткий контроль, экстремальные испытания, неожиданные повороты событий, победы над собой и своими страхами. Слитесь за вторым сезоном проекта «Новый размер. Операция подснежник». Дневники проекта в эфире программы «Утренние эспрессо» каждый понедельник, среду и пятницу. Ну а каждое воскресенье на телеканале «Беларусь-4 Брест» в 21.10. Все подробности в больших программах. С нами вы будете первыми, кто узнает все подробности правильного похудения, друзья. Каждую пятницу в дневниках проекта мы готовим блюда недели, вкусно и полезно, очень просто. Действительно, питание занимает очень важное место в этом процессе. Ну а питание вообще мы уделяем много времени и рецептам. В нашей программе мы уделяем тоже много времени. Есть человек, который знает о правильных вкусных рецептах. Все. Что ж, Иван Гренин с его неожиданными рецептами с утра пораньше. Доброе утро. Сегодня я как-то решил отойти от традиционного приготовления какого-то блюда. Решил, что порастать барменом, а не поваром в какой-то момент. И приготовлю сегодня смузи из йогурта и каких-то фруктов. Для этого нам понадобится йогурт, хлопья, несколько видов ягод. Сегодня я взял клубнику малину и чернику. Мята, грецкий орех, мед и манговое пюре. Для начала, ну конечно, нам нужен будет блендер, в котором мы это все забьем. Мы погрузим там все ягоды. Ну, достаточно довольно просто, быстро. Ну и главное, вкусно. Поэтому начнем с малины. Ну, возьмем все по ложке. Ложка малины. Как видите, все из замороженных ягодок, поэтому можно и брать и замороженные. В сезон можно, конечно, брать свежие. Ну, а так готовить это можно круглый год. Клубника. Черника. Добавляем орехи. Добавим хлопьев. Хлопьев лучше брать не сладкими, потому что они, конечно, содержат не тот полезный сахар, который вам нужен. Поэтому, если вы хотите добавить сладости, лучше использовать мед. Что мы сейчас и сделаем. Добавим немного меда. Ну, и главным ингредиентом будет йогурт. Био-йогурт, без сахара, натуральный. Если вы не любите йогурт, можно добавить кефир. Можно, я думаю, даже добавить молока, немного сливок. Ну, такого варианта. Манговое пюре. Все готово. Можно, конечно, все бармен сбить в шейкере. Но это нам не поможет, конечно. Поэтому воспользуемся аппаратом. Ну, вот все и перебилось. Теперь можно реально все взбить. Еще раз немного взбить. Наш смузи готов. Украсим его мяткой. Конечно, можно там ставить трубочку, выпить через трубочку. Ну, я думаю, что и традиционным способом будет вкусно. Главное, то, что внутри. И я думаю, что это вам понравится. Попробуйте. Это очень полезно, вкусно. Плюс к всему, богато всеми витаминами. Минимальное количество использования искусственного сахара, как и называется, это все. Поэтому пейте, радуйтесь и будьте здоровы. С вами был шеф-повар от Олега Комитажа Гриньевна. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Прямо сейчас мы решили поднять вам настроение, показав интересный видеофакт. Ну, начнем с того, что хитрые белки очень мешают птицам. И вот в Америке придумали интересное устройство, которое защищает кормушки птиц от вот этих самых белок. Называется оно «Янки флиппер». Что происходит? Ну, любопытно и смешно. Птица как раз-таки на вот эту вот жердочку сесть может, а белка нет. Да, судя по всему, чтобы остановить таких белок, этот «Янки флиппер» в виде обруча на шарнире вокруг кормушки прыгает. Птица прыгает спокойно. Как вы видели, белка, зацепившись лапками, может улететь далеко. Ну да, начинает раскручиваться и может улететь. Жалко белку. Жалко белку, действительно. Хотя, для чего создано это устройство? Для того, чтобы защитить птицу, а белка самостоятельно может найти для себя всякие вкусняшки. Полезная информация от программы «Отминеспрессо» для вас по поводу белок. Дорогие друзья, если вы пытаетесь кормить этих животных, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Они появляются переносчиком заболеваний, особенно в парке воинов-интернационалистов. Были уже известны случаи в прошлом сезоне. Поэтому в этом году, если идете туда гулять, в обязательном порядке. Будьте осторожны. Это все-таки зверь. Несмотря на то, что такой милый. Милый, да. Правда? Что же, друзья, продолжаем наш эфир очень интересным сюжетом. Как самостоятельно, а главное, для чего сделать на своем участке мельницу? Узнаем прямо сейчас. Звертаю на себе увагу млин у везцы ставки Берозовского района. Сдалек по будову легко сблытается элементом новомодного дизайну. А для млин это целиком утилитарного призначения. В те часы, когда каждый отчувал себе господаром на своем ковалке земли, у ставках было важно три великих млина. Селяне из всех новокольных везок съезжались отсюда из молодости Божжа. Не минали по дворку Михаила, батьки Рыгора Амелюсика. Семья у нас была 10 человек. 4 братья, 4 сестры. И батька, и мать. То на всех ручно не намелось, что нужно строить мельницу. Еще несколько лет тому у Марии и Рыгоры Амелюсика была великая господарка. А чем возить с Божжа на помол у соседнюю везку, зручнее побудовать властный нескладанный механизм. Никто не знал, что я роблю. Я сделал каркас, поставил, суседи приходят, что ты это делаешь. Я им не говорил, пока не выйдут сюда и не поставил полностью. Тогда я сказал, что это будет мельница. Я даже и камни эти сам делал. Дробил щебенку на мелкий, так как гречковое зерно. И заливал с цементом. Теперь же и для одиного заховавшегося на всю везку млына працы не шмат. И хотели працевать старые. Да только здесь силы взять. С неколе великой господарки засталися только куры. В то время, как я строил, я собирал по досу, потому что лес не продавали и не было, что строить. То где стуль, то тут доску, где я так прибью и строю. Если бы тогда можно было так купить, как зараз дерево, или доски, или что-нибудь, я ее построил бы побольше. И хотя для Рыгора Михайловича необходностью помоли с Божи давно отпала, господар верить, не все еще зерня перемало в млин. Не застыли на веки его крыли. Я отдаю кому хоть, хай беру. Когда забрали, я радуюсь, что еще моей мельницей пользуются. Если внуки не заберут, то разкидаю, дай спалю. И вам не будет шкодать? Уже не макуле мене шкодовать. Гао Бинго Гао установил рекорд, как человек с рекордным количеством пчел на теле. Общая масса насекомых составила 108 килограммов. Он терпел 2000 укусов на своем теле. Гао – заядлый пчеловод, который сдержал их более 35 лет. Сначала Гао Бинго принял ванну, потому что пчелы меньше кусают людей без запаха. Чтобы полностью одеться в пчелиное обмундирование, понадобилось около 4 часов. Под конец испытания тело Гао Бинго укрыло приблизительно 1 миллион пчел. Алерт – самое северное поселение с постоянными жителями. Алерт располагается приблизительно в 800 километрах от Северного полюса. Ближайший населенный пункт находится в 540 километрах к югу, в Гренландии. Это место так близко к Северному полюсу, что оно не может соединиться со спутниками связи, потому что их орбита лежит ниже горизонта. В течение четырех месяцев Алерт живет в полной темноте. В течение других четырех месяцев Солнце никогда не покидает небо. Земля покрыта снегом в течение почти 10 месяцев в году. Зимы суровые и холодные. Минус 30 – это обычная температура за окном. Несмотря на жесткие условия, в этом захолустье всегда можно найти пару десятков человек. Недавно был установлен новый рекорд – прыжок в воду с самой большой высоты. На этот раз прыгуну покорилась отметка в 58 метров 80 сантиметров. Смельчаком оказался швейцарец Лассо Шалли. Лассо заслужил репутацию самого отчаянного прыгуна. Но почти 60 метров – это нечто большее, чем все, что у него было в послужном списке. Для установления рекорда Шалли выбрал живописный водопад. На вершине скалы был установлен помост. В бассейн погрузились несколько раз с аквалангом, чтобы узнать, достаточно ли глубина для погружения после падения. Продолжаем программу. Возвращаемся в студию для того, чтобы представить наших следующих гостей. У нас представитель Белгостраха в гостях – Германович Ирина Ника Дмитриевна, Тюшкевич и Лена Вячеславовна. Доброе утро. И тема, которую мы сегодня обсуждаем – это социальная защита и страхование работников. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые наши телезрители. Доброе утро, студия. Хочется пожелать всем хорошего, бодрого настроения. Сегодня прекрасная погода. Ну и сказать два слова по нашему виду страхования обязательному. Вот самое интересное для меня тоже стало открытием, когда я начала готовиться к этой программе, то, что мы все привыкли, что водители, особенно, да, есть страховой полис, все хорошо, это обязательно. А то, что работники автоматически застрахованы, вот это уже что-то новенькое. Давайте расскажем подробно. Да, здесь для того, чтобы понять специфику нашего вида страхования, обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профзаболеваний, можем привести такой пример по страховкам. Да, все мы имеем водительские удостоверения, вводим машину и знаем, что у нас есть страховка, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Да, мы понимаем, что это документ на бумажном носителе, который оформлен с подписью и с уплатой взносов. Что касается нашего вида страхования, у нас специфика такая, что все наши работники, которые работают на основании трудовых договоров, по гражданскоправовым договорам, они с момента уже заключения с ними вот таких договоров уже являются застрахованными, при условии, что их наниматель зарегистрирован в долгустрахе. И отличие от автогражданки, скажем так, в том, что у нас не требуется заключение специального полиса, оформление полиса, и человек у нас, наемный работник, считается застрахованным, независимо от того, уплачивается ли страхователем взносы. Ирина Митриевна, кто выступает страхователем в этом случае? У нас выступает наниматель. То есть понятие страхователь – это тот человек, который предоставляет работу своим наемным работникам. Это могут быть страхователями и нанимателями, да, как мы понимаем, могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Также это и общественные организации, организационные структуры. То есть довольно широкий, можно переводить, перечень юридических лиц или субъектов хозяйствования. Ирина Вячеславовна, социальная значимость невероятная данного проекта, да, существует, да? Как вы можете это прокомментировать? Да, очень важно. Целью нашего вида обязательного страхования от несчастных случаев прозаполивания является возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работникам, которые получили в результате несчастных случаев на производстве. То есть именно специалисты Белгостраха занимаются оценкой таких ситуаций, если они, к сожалению, произошли? Да. Введение данного вида страхования возложено только на Белгострах. И это как бы социально значимый вид страхования, это даже, можно сказать, часть социальной политики государства. У нас также имеются нормативные документы, которыми мы руководствуемся при определении. Это несчастный случай на производстве и, соответственно, назначение соответствующих выплат, уточнение статуса потерпевших. То есть на сегодняшний день только на Белгострах возложено. И это регулируется нашим указом. Указ 530, указ президента Республики Беларусь 25 августа 2006 года, номер 530. Стоит нанимателям, стоит индивидуальным предпринимателям и целым предприятиям еще раз обратить на это внимание, если не произведено страхование, а в обязательном порядке коснуться этого вопроса. Потому что это помимо социального ориентирования данного проекта, это обязывает еще и указом президента. Да, совершенно верно. Хочется акцентировать внимание на том, что у нас вообще институт обязательного страхования введен в Республике Беларусь 2004 года. На сегодняшний момент наши все страхователи, начиная с 2008 года, в автоматическом режиме регистрируются у нас. То есть при подаче документов рекорган как субъект хозяйства, получение свидетельства, автоматически к нам информация поступает, и мы на автоматическом режиме их регистрируем. На сегодняшний момент проблема с регистрацией тех страхователей, которые зарегистрировались до 2008 года. То есть мы их устанавливаем, с ними ведем работу, разъясняем специфику, почему они должны у нас зарегистрироваться, чтобы работники были защищены. И вот уже несколько лет мы проводим работу с такими нашими субъектами хозяйствования, и очень бы в пользу случаям хотелось уточнить, акцентировать внимание председателей правления, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, которые, в общем-то, зарегистрировались еще в 2000-х годах, и до нас не всегда, может быть, понимают социальное значение того вида страхования. Обратите внимание, чтобы они к нам обращались. Мы дадим все необходимые разъяснения, но все субъекты хозяйственные на территории Республики Беларусь обязаны быть зарегистрированы в качестве страхователей по обязательному страхованию сейчас полученного производства и правозаболевания. Да, вот обращаем внимание также на телефоны, которые у нас появились внизу. Пожалуйста, можете записать и обращаться по всем вопросам, и специалисты разъяснят. Очень важно, чтобы все работники предприятий знали, что они являются застрахованы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производство и правозаболевания с момента заключения с ними трудового договора. Что понимается под несчастным случаем на производстве? Какие виды вот этих случаев действительно попадают под страховые взносы? Несчастные случаи на производстве, чтобы было понятно, это событие, в результате которого происходит при исполнении работникам своих трудовых обязанностей, с ним происходит производственная травма. Очень, конечно, перечень выплат, которые имеют обязательное страхование, на сегодняшний день достаточно велик. Попробуем немножечко рассмотреть их более последовательно. Например, с работником происходит несчастный случай на производстве. Он обращается в учреждение здравоохранения, где ему оказывается медицинская помощь. Следовательно, наниматель, работодатель начисляет ему пособие по временной нетрудоспособности. Очень важной особенностью данного пособия является то, что с первого дня это пособие оплачивается и начисляется нанимателем в стопроцентном размере его среднедневного заработка. Далее, если травма не тяжелая, больничный закрывает, и работник приступает к исполнению своих трудовых обязанностей. Если травма тяжелая и требуется дальнейшая реабилитация, последствия травмы очень сложные, проценты утраты может быть до 100%, тогда по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии работник уже потерпевшим нашему устанавливается процент утраты персональной трудоспособности. И на основании уже этих процентов он имеет право обратиться по заявлению в Белгострах за назначением ему ежемесячной и единовременной страховой выплаты. Работник обращается в Белгострах или работник обращается к директору производства своего? Нет, непосредственно работник обращается к нам, это уже наш потерпевший, застрахованный, либо работник, если происходит несчастный случай, он уже является потерпевшим по несчастному случаю, он обращается к нам с необходимыми документами. Если какая-то помощь нужна, консультация, обращайтесь, пожалуйста, к нам в Белгострах, мы проконсультируем, скажем, что необходимо, какие документы необходимы и поможем в сборе дополнительных данных документов. Вот сейчас работники, которые смотрят нас, они задались вопросом, а зарегистрирован ли мой работодатель правильно? Вот как можно этот вопрос проконтролировать с точки зрения работника? Нужно прийти к директору и спросить, все ли хорошо, или обратиться к вам непосредственно? Можно и к директору обратиться, можно и к нам, в общем, никаких проблем здесь нет. У нас есть телефон, у нас есть специалисты, которые готовы ответить на любые вопросы, но, в общем-то, на сегодняшний момент все юридические лица у нас, в общем-то, стоят на участии. У нас тоже есть способ, чтобы быстро ответить на вопросы, 21-55-65, телефон студии прямого эфира, дозванивайтесь прямо сейчас, и прямо сейчас будем отвечать на вопросы, которые, возможно, у вас возникли. Мне бы хотелось коллегу дополнить по поводу несчастного случая, то есть это событие, произошедшее в результате, когда работник исполнял свои обязанности, то есть служебные какие-то, рабочие, и случилось какое-то неприятное событие, повлекшее ущерб жизни и вплоть до летального исхода. И в данном случае, если раньше наниматель до введения вида страхования, в общем-то, была добрая воля нанимателя платить в данном случае по ущербу здоровью или потерпевшему нашему, либо его наследникам, семье, деньги, то на сегодняшний момент этими всеми вопросами занимается Белгострах. То есть мы гарантированно, если это подпадает на эту категорию несчастных случаев на производстве, Белгострах гарантированно осуществляет выплаты. Что непосредственно нужно индивидуальному предпринимателю, допустим, который только открылся, или фирме, которая зарегистрирована давно, для того, чтобы действительно все было по закону? Ну, на-первых, обратиться к нам сразу же, уточнить, зарегистрированы или нет. Но в настоящий момент, я говорю, у нас происходит регистрация в автоматическом режиме, регорган вам при регистрации выдает извещение о постановке на учет. Там содержатся данные, регистрационный номер в фонде социальной защиты, налоговой инспекции, и в том числе в Белгострахе. Если у вас такого извещения нет, пожалуйста, обращайтесь к нам. Единственное, говорю еще раз, прошу индивидуальных предпринимателей, тех, кто прошел регистрацию до 2008 года, да, те, кто получил свидетельство, обращаться к нам за консультациями. Потому что есть нюансы, индивидуальные предприниматели при приеме на работу первого своего работника, наемного, при заключении с ним трудовых или иных гражданско-правовых договоров, обязаны в течение месяца стать к нам на учет. Ирина Витальевна, премия «Звоночек». Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Татьяна. Очень приятно, что вы дозвонились. Какой вопрос у вас? Меня интересует такой вопрос. Вот гаражный кооператив. Как правило, и председатель, и бухгалтер имеют другую постоянную работу. Обязаны ли они именно платить взносы у вас? Татьяна, а подскажите, пожалуйста, есть ли у вас договорные отношения, то есть председатель, бухгалтер, оформлены ли у них договорные отношения? То есть это трудовой договор, либо гражданско-правовой, либо у вас есть какой-то протокол собрания ваших... Протокол собрания, просто протокол собрания. Что там указано, на каких добровольных основах, как звучит протокол, да. Смотрите, какие нюансы, да. Вы знаете, даже точно не знаю. Ну, наверное, да, на добровольных основах, но в любом случае, сейчас получают зарплату. Вот. Вы знаете, вопрос неоднозначный. Ответить сходу, не видя документов, довольно сложно. Давайте обвиняемся телефонами. Да, давайте, да. Мы с телефоном поставили 42-24-77. Пожалуйста, мы ждем вас. Обращайтесь, мы вам разъясним. Большая просьба брать с собой документы, сразу же подтверждающие. И оставайтесь на линии, администратору тоже пометят. Ваш телефон и с вами тоже свяжутся. Татьяна, спасибо за звонок, что вы с нами. Спасибо. То есть индивидуальный подход, это обязательное условие, правда? Да. Ирина Дмитриевна, Елена Ильичлавовна, кратко завершая нашу сегодняшнюю встречу, заканчивается прямой эфир, наши возможности общения. Что, резюмируя, можно еще добавить? Может быть, призвать всех в выполнение к этому социальному закону? Нет, там не страшные такие выплаты, так понимаю, что обратная сторона, все равно же надо выплачивать. Взносы, да. Они, наверное, не огромных размеров. Хочется отметить еще необходимость уплаты страховых взносов, потому что за счет уплаты страховых взносов и всех платежей по данному виду страхования формируется фонд. Так сказать, если простым языком, каза взаимопомощи, наверное, из которой осуществляются выплаты нашим потерпевшим. Поэтому, ну, сегодня такая ситуация, завтра другая. Сегодня вы работаете, ваш наниматель платит за вас взносы. Не дай бог с человеком произошел несчастный случай. Наниматель, ну, нет у нанимателя денег, или он ликвидировался. Белгострак приходит на помощь. Мы берем на себя обязательства и продолжаем выплату. Но выплату мы делаем из этих, в общем-то, средств. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про нас. Мы настолько чувствуем эту социальную ориентацию, честно, вот просто вы просите об этом, потому что вообще такое государственное дело делаете. Постарались донести, надеемся, что... Помочь. Главное, конечно, хочется пожелать нашим всем работникам, всем нам, это главное, крепкого здоровья. Не попадать в эти ситуации. Не попадать в подальше ничего. Ну, а если и попадать, значит, что Белгострак всегда с вами, всегда поможет и окажет взаимодействие и помощь в беде. Не оставить в беде человека один на один с собой. Спасибо. Знаете, как у нас говорят, пусть случаи будут только счастливые. Спасибо вам большое. Спасибо. Напоминаю, что у нас были сегодня представители филиала Белгостракова Павресской области, Германович Елена Дмитриевна и Тюшкевич Елена Вячеславовна. Ну что ж, наш эфир продолжит рубрика «Законный вопрос». Еще скоро вернемся в студию. Какую сумму морального вреда гражданин может получить в случае причинения ему телесных повреждений в результате ДТП? Этот вопрос регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь и другими нормативно-правовыми актами. А если гражданин получил в результате ДТП телесные повреждения, то он переносит определенные физические и нравственные страдания, испытывает боль, может быть, какое-то время ограничено в своих возможностях передвигаться, работать, вести привычный образ жизни. Естественно, что все это связано с определенными переживаниями и негативными эмоциями. И вот весь возможный спектр испытываемых потерпевшим физических и нравственных страданий и называется моральным вредом. По закону потерпевший вправе получить денежную компенсацию морального вреда. Однако какие-либо ставки такой компенсации законодательством не установлены. В каждом конкретном случае сумма определяется индивидуально с учетом целого ряда обстоятельств. Например, учитывается степень вины нарушителя. Одно дело, когда водитель был трезв, ехал с разрешенной скоростью и просто не успел среагировать на изменения дорожной обстановки. И совсем другое дело, когда водитель был пьян положен или ехал с превышением скорости. Учитывается также степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Понятно, что чем серьезнее получены телесные повреждения, тем выше оценивается моральный вред. И при легких телесных повреждениях можно рассчитывать на одну сумму денежной компенсации, при тяжких телесных повреждениях, конечно же, на гораздо большую. Могут приниматься во внимание, как написано в Гражданском кодексе, и другие заслуживающие внимания обстоятельства при определении размера денежной компенсации морального вреда. Если причинитель вреда и потерпевший договорились о размере такой компенсации, они вправе решить вопрос полюбовно. Если же не договорились, то сумму компенсации может определить суд при обращении потерпевшего в суд соответствующим иском. Если у вас возникают конкретные вопросы юридического характера, помните, что квалифицированную юридическую помощь вам всегда окажут адвокаты. Доброе утро, Брест! Брещане, просыпаемся! Доброе утро, Беларусь! Привет, Брест! Доброе утро, 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 Брест! Более 40 игроков примут участие в открытом Кубке Беларуси по гольфу, который состоится 26 мая в Вильнюсе. Традиционный 10-й розыгрыш почетного трофея пройдет в литовской столице на одном из лучших полей в Европе для этого вида спорта. В турнире примут участие более 40 гольфистов из Беларуси, России и Литвы. Развитие гольфа в Беларуси идет поступательно. На предстоящий турнир допуск получили 20 наших игроков с наиболее высоким рейтингом. Ну а победителями и призерам соревнований будут вручены призы и ценные подарки Беларусской ассоциации гольфа. Вот существует, оказывается, и такая. Кто бы мог подумать. Гольф вообще игра, которая сочетает в себе логику, немножко спорта и полезного времяпрепровождения. То есть это хороший отдых. Получается, как отпуск даже в аренде. Между прочим, наши корреспонденты как раз-таки совсем недавно вышли на улицы областного центра и задали такой вопрос. А где лучше проводить свое свободное время и, собственно, свой отдых? Посмотрим. Где лучше проводить отпуск? На даче. За границей. Отпуск лучше проводить в Анапе. В Краснодарском крае. В Беларуси я в санаторий. Лучше всего. Ну, я считаю, что лучше проводить отдых за городом. В деревне. В горах. Ой, ну, это зависит от человека. Я очень многие страны хочу посетить. Лучше в Беларуси отдыха нет. Что ж, ну, пожалуйста. Дача меня впечатлила. Белорусская дача. Самый лучший отдых. Мне кажется, это больше работа, чем отдых. Но для каждого человека какой-то свой подход все-таки есть. Друзья, мы еще раз напоминаем вам о том, что телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит фотоконкурс под названием «Семейный спортстайл». Что нужно сделать? Просто сфотографировать себя и своих близких во время занятия спортом. Чем больше людей и чем более оригинальной будет фотография, тем больше шансов у вас получить приз. Самые необычные, спортивные, самые лучшие, самые креативные фотографии будут отмечены. Обладатель лучшей фотографии, конечно, получит приз, как уже сказала, Катя. Уже сегодня ваши спортивные семейные фото присылайте, пожалуйста, к нам на электронный адрес tv.sobaka.trk.brest.by Присылать их можно до 31 мая. А итоги будем подводить в День защиты детей, 1 июня. Каждый год традиционно телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит в этот день благотворительный телемарафон. Тема этого года «Спорт и дети». Два года тому назад мы помогали Кобринскому детскому дому, прошлым летом театру «Глория», который работает на базе Жабенковской школы-интерната для слабовидящих деток. Но в этом году в поле нашего зрения брестская секция настольного тенниса отделения «Инфоспорт». Принять участие в благотворительном телемарафоне «От сердце к сердцу» может любой из вас, друзья. А вот наши юные телезрители могут еще и стать нашими соведущими. Для этого вам нужно до 25 числа включительно, так что поторопитесь, если у вас есть такая мечта, записать небольшую видеовизитку, в которой вы расскажете, каким спортом вы увлекаетесь и почему хотите стать ведущим телевидения. Родители, помогайте своим детям осуществить эту маленькую заветную детскую мечту. Ну, видите, подача, собственно говоря, заявки, достаточно иметь желание и мобильный телефон под рукой. Да, действительно. Что ж, друзья, ну и как раз-таки об осуществлении мечты. И можем говорить дальше. Научиться рисовать, как показывает практика, можно в любом возрасте. Даже в самом почтенном. Об этом пойдет речь в нашем следующем сюжете. С момента образования института третьего возраста при территориальном центре Ленинского района города Бреста одним из самых интересных направлений его деятельности является изобразительное творчество, куда приходят все желающие научиться рисовать. Изначально из таких любителей по рисованию, которые занимались в маленьком помещении, в творческой мастерской, стали они большими художниками. Здесь занимаются десятки людей. Те, кто продолжают заниматься этим направлением, они совершенствуются постоянно в своем творчестве. Многие из них пришли в студию с нуля и начали осваивать азы штриха, эскиза и мазка. Но благодаря руководителю и желанию научиться рисовать, уже за год достигли прекрасных результатов. Когда они пришли с карандашом и бумагой, простой пищей и бумагой, я все это зачеркнул и сказал, что надо брать сразу хороший карандаш, хорошую резинку, хорошую бумагу. И тогда у вас будут произведения искусства. Творческий процесс происходит постоянно. Помимо занятий в студии, они выполняют задания дома, закрепляя пройденный материал на практике. Только благодаря усидчивости и терпению со временем получаются настоящие шедевры. Занятие-то у нас всего 30-40 год получается. И надо дать массу знаний основных. И они как школьники домашней работы всегда делали. Благодаря домашним работам, домашним заданиям, они приходят сегодня даже сюда, принесли свои работы на консультацию, на исправление ошибок, на какие-то недочеты. Люди, желающие достигнуть вершин мастерства, уже не могут жить без этого увлечения, которое перерастает в высокое искусство и становится частью их жизни. Живописные пейзажи, натюрморты, портреты поражают своей красотой. И вот сейчас то, что вы видите, это вот наше стабильное, крепкое такое, дружное, потому что это нас все очень объединило, общий интерес. Это не только творчество, понимаете, но мы уже просто не можем друг без друга. Вы знаете, я уже занимаюсь в студии шестой год. Я пришла, конечно, первый раз, и у меня особо не было надежд, что меня даже возьмут. Я думаю, что получилось. У меня уже более 20 картин маслом. Есть картины пастелью, акварелью. Участие в различных акциях, выставках также дают стимул для дальнейшего художественного роста. И, как говорят сами учащиеся студии, непокоренные вершины еще впереди. Сегодня 24 мая. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1803 году в Вене впервые прозвучала соната ле-мажор для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвященная французскому скрипачу-виртуозу Рудольфу Крейцеру. Знаменитая Крейцерова соната. Партию фортепиано исполнял сам маэстро. В 1937 году в Париже открылась Всемирная выставка. К этому событию на правом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни, был построен дворец Шайо. Павильон СССР напоминал несущийся корабль, нос которого венчала 24-метровая скульптура Веры Мухиной «Рабочий колхозница». 24 мая 1906 года дата рождения Александра Вишневского, советского хирурга, генерал-полковника медицинской службы. С середины прошлого века был главным хирургом советской армии. Впервые в мире сделал под местной анестезией операцию на сердце в 1953 году. Первую в СССР операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. В 1911-м меньчане впервые наблюдали полеты аэроплана над городом. Их совершил легендарный летчик Сергей Уточкин. Полеты были засняты для кинематографа собственным аппаратом кинотеатра «Гигант». Полет сопровождался таким ажиотажем населения, что только благодаря солдатам аэропланы сам авиатор не пострадали. В этот день в 1956-м в швейцарском городе Лугана прошел первый конкурс песни Евровидения. В конкурсе приняли участие представители стран Европы. Победа оказалась в руках у Швейцарии. Беларусь впервые приняла участие в мировом шоу только в начале нулевых. Лучший результат – шестое место в финале – покорилось Дмитрию Колдуну. Возвращаемся в студию «Привого эфира». Невероятно царит атмосферу на студии. Знакомим вас со следующими нашими гостями. В студии сегодня просто невероятные люди. Режиссер из Москвы. Егор Равинский. И две очаровательные коллеги, я так скажу, главные актрисы-исполнители. Вот, собственно говоря, о чем будет речь. Татьяна Строг и Ольга Климук. Скорее рассказывайте, о чем речь, потому что мы в таком невероятном драйве. Здравствуйте, Егор. Вы приехали из Москвы специально для того, чтобы у нас на сцене Брестского театра драмы поставить свою постановку. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно нашу площадку? Ну, эта постановка родилась из лабораторной работы. Эта лаборатория была организована Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Они в прошлом году проводили такой проект, что по ближнему зарубежью, Узбекистан, Таджикистан, еще какие-то страны, в том числе и Белоруссия, они высылали туда десант молодых режиссеров, насколько мне известно, по три режиссера, которые за неделю должны были сделать кусок какого-нибудь произведения предложенного. Несколько сцен, кусок. Дальше был показ в конце недели. Приходили, ну, в основном люди театра, актеры, критики, руководство, все неравнодушные к театру. В общем, кто мог попасть на показ. У нас, например, наш отрывок был совсем в маленькой комнате, туда даже всем поместиться не получилось. И по результату этого показа руководство театра принимало решение, как бы, если им нравился эскиз, заявка, то можно было довести ее до спектакля. И вот из трех режиссеров, Сан Саныч Козак, худрук театра, предложил вот мне доделать, довести наш эскиз. В эскизе Таня была занята. Мы сделали три сцены небольших из пьесы. И я согласился, приехал сюда, вот, репетировать пьесу. Что? Интересно, Татьяна, вот такой опыт для вас, это что вообще? Насколько это стандартная форма работы? Или это было совершенно что-то новенькое? Приехал режиссер, которого вы не знаете. И нужно быстро, очень быстро сориентироваться, подстроиться друг по другу и показать результат. Ну, все верно, вы говорите. Приехал режиссер, надо было сориентироваться побыстрее. Естественно, найти общий язык и показать результат. Естественно, это не наша, как-то, каждодневная работа не наша. Мы как-то больше разбираем, ковыряемся, как говорится, в материале. Вот, тут были временные рамки очень сжаты, поэтому, естественно, что это был такой, ну, как, эмоциональный вихрь, что ли. Ольга для вас. Я была зрителем на этих, когда проходила эта лаборатория, так сказать, я была зрителем, и этот отрывок меня очень впечатлел. Поэтому я с радостью... Ну, не зря, наверное, поэтому премьера уже очень скоро. Давайте уже раскрывать все секреты зрителям. Как называется постановка? Почему именно этот материал вы выбрали? На самом деле, я, когда это предложение от Союза театральных деятелей мне поступило, я предложил другие названия других авторов. Я предложил Чехова и Достоевского. А вот руководство театра посмотрело информацию обо мне. Дело в том, что это моя не первая постановка. Четвертая. И моя дипломная постановка и постановка в Москве, в молодежном театре, в российском молодежном театре, это был Островский. Вот как-то так получается, что Островский все время так выбирает меня. И я предложил Чехова и Достоевского, а руководство театра сказало, вот он Островского ставил, пусть Островского и ставит. Не будем рисковать. Не будем рисковать, да. Ну и я предложил пьесу из позднего периода, то есть предыдущие постановки. Первая постановка была средний период. Вот вторая, московская постановка, это самая первая пьеса Александра Николаевича «Свои люди сочтемся». А это вот из совсем позднего периода пьеса «Невольницы». Вот, пьеса такая, на мой взгляд, очень непростая, такая сложная. Она имеет как бы жанр комедия, да, автора в заглавию поставил, но там, мне кажется, как-то так не все просто. Это как бы, комедия вообще понятие обширное такое, да, там в комедии у Чехова в конце стреляется главный герой. Вот, также и здесь у Островского, когда я читал его письма, в начале пьеса называлась «Прекрасный Иосиф». Это история Иосифа, в которого влюбилась жена телохранителей, начальника телохранителей фараона. Она влюбилась в Иосифа и начала как бы взаимности от него добиваться. Когда он ей взаимности не отвечал, она обвинила его в том, что он ее домогался, в общем, чуть ли силой не взял, и его посадили в тюрьму, где он потом и разгадывал сны фараона. Вот такое первое название, и конфликт, и кульминация была тоже не комедийная в изначальной задумке автора. А потом все-таки он изменил жанр и финал. Татьяна, вы играете одну из главных ролей, так ли? Да. Как это будет? Как это будет? Приходите, посмотрите. Вот что вы, кстати, по поводу приходите, посмотрите. Уважаемые телезрители, 21-55-65. Стоит к нам дозвониться, выиграть сертификат, бесплатные два билета на посещение этого спектакля. Задаем простой вопрос, как называется наш театр Брестский, который находится у нас на улице Ленина, наш родной театр, его полное название, мы ждем от вас. Расскажите об особенностях своих ролей. Действительно, сложно ли было вживаться в образ или нет, и какие есть нюансы. Вот хочется зацепить зрителя. Да всегда хочется узнать какие-нибудь, да, вот о чем не узнаешь, просто придя на спектакль. Ну, так как еще репетиционный процесс идет, впереди премьера, она не прошла, поэтому я с моей героиней Ивлалией Андреевной еще как-то даже не знакомлюсь, а... Столкнулись? Нет, как это? Мы столкнулись с ней уже давно, год назад. И когда первый раз столкнулись, конечно, я... Это совершенно другой человек. В общем, одним словом, еще идет, как это сказать, присвоение, да, адаптация образа. Дело в том, что... Егор почему-то так сирония. Готова я свою героиню обнять, пожалеть. Вот иногда так вот текст глажу. Моя ж ты родная, я ее жалею. Гладишь текст? Да. И нюансы. Сейчас такой период очень напряженный. Да, напряженный. У нас вот позавчера был вот второй такой очень грязный прогон всего материала. То есть мы вот так вот, все, что мы репетировали, попытались вот собрать вместе все сцены и пройти от начала до конца. Это было очень сложно, там, вот. И поэтому такое ощущение и у актеров, и у меня очень такое сложное сейчас такая вот громада, да, как бы, которую нужно вот сорганизовать, выстроить в четкую линию, в четкую историю. Поэтому вот сейчас так такая... Нет, это не паника, просто сейчас вот предвкушение такое... Как будто бы вот что-то вот грандиозное сейчас вот должно случиться. Сейчас последний рывок нужно сделать такой. Сейчас расскажем, на нас дозвонились наши зрители. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Очень рада вас слышать. Знаете ли вы правильное название, полное, я бы сказала, название нашего Брестского театра? Вы знаете, да, знаю. Слушаем вас. ГУ Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Белоруссии на Ленина 21. Вот так, вы прям прочитали, наверное, откуда-то сразу, да? Вы знаете, я ходила и очень хотела на коварство и любовь попасть. У вас есть возможность попасть на новый спектакль, о котором сейчас идет речь, потому что два билета заслуженно выиграли. Оставайтесь на линии. Оставайтесь на линии. Спасибо. Давайте продолжим. Ольга, вы вот так сидите очень скромно у нас и отмалчиваетесь. То есть у вас какова роль? Вот вы уже сжились со своим персонажем? В сценарии гладите? Я играю служанку Марфу. Это такой достаточно неоднозначный персонаж, потому что интересный персонаж, потому что вроде бы роли второстепенные, не главные. Но по сюжету складывается таким образом, что порядок в доме относится к ней. То есть она следит за тем, кто и как, и интриги ведет. Персонаж очень интересный. Ничего себе. А возрастная категория какова спектакля? Кому готовится на премьеру эти? Не решили еще, да? Нет, мы решили. Просто там мы пытаемся сделать современный спектакль. Не то, что у нас погоня за современностью такая, но ищем остроту в сценах, живые, такие острые ситуации, довольно жесткие в какой-то момент. Поэтому мы решили поставить 16+. Вообще вот очень интересно. Хотели удивить нас, да, этим 16+. Да, Егор? Что-что? Удивить хотели, да? Как раз, так и пауза. Скажите, пожалуйста, у вас есть опыт работы, ну, естественно, в Москве, да, и уже сейчас есть опыт работы здесь, в Бресте. Можно ли вообще корректно сравнивать условия и сравнивать вообще театры России, Белоруссии? Белорусские, российские площадки. Ну, знаете, Россия – обширное понятие. Вот. Поэтому, ну, я для себя как-то так определяю. То есть, ну, во всех театрах есть актеры. Актеры все хотят работать, то есть, жадные от работы, и в этом театре так. То есть, вот, актеры хотят работать, они ждут работы. Для меня это самое важное. Вот. А руководство делает все для того, чтобы эту работу нам организовать. Вы свободный режиссер, вы не состоите в никаком штате. Это с чем-то связано вообще? Как сложилась ваша карьера режиссера? Почему выбрали это направление? Как сложилось так, что вы не состоите ни в каком театре? Какие планы у вас творческие есть? Я, знаете, вот, когда с актерами встречаюсь, перед тем, как сделать распределение на спектакль, я встречаюсь с актерами отдельно. И мы говорим так, болтаем ни о чем, как бы, да. И я часто спрашиваю, как вы оказались в театре, вот, как ты попал. И, ну, вот, большинство голосов говорят, что случайно. Вот такое ощущение, что вот их какое-то течение вырвало в театр, да, и все, и вот они там оказались. И моя история такая же. То есть я театром не грезил, не мечтал, мечтал и больше о кино. Но вот так получилось, что театр меня втаскивает. И никуда от этого пока не деться, и я уже смирился с этим. Сегодня чуть-чуть кино, мечта исполнилась, сегодня тоже кино. Да, чуть-чуть кино. Чуть-чуть кино, да. Девушки, у вас тоже случайно так получилось, что вы в театр попали? Да, случайно в детстве. Случайно в детстве? У меня есть каверзный вопрос, можно задать каверзный вопрос? С Егором легко работать? Как вам не могут? С Егором? Говорите, правда, не бойтесь. Ты прямой фью. С Егором ужасно. Вот ужасно и мало. Тяжело и интересно. Я просто хочу сказать, что у нас, прежде всего, стоит огромная ответственность на нас лежит. Нас выбрали, мы обязаны, мы должны, и мы очень боимся просто не оправдать надежды. А сколько у нас задействовало? А сколько у нас задействовало? Надо убрать это ответственность. Надо уже скинуть ее. Вот этот выбор. На самом деле, это было два кастинга. Сколько актеров задействовано? Да, из Купчелок. Семь, получается, да? Да. Три девушки и четыре юноши. Нет, я проверяю все время мысленно. Не вести ли еще какой-нибудь персонаж из другой пьесы? Времени-то еще достаточно. Несчастливцы проходят мимо или еще кто-нибудь. А времени? Ну и что? Нужно же как-то, как вот сказали, удивлять. У вас был сложный выбор. Вы приехали на незнакомую площадку, незнакомые актеры. Нужно сделать большую работу. Сложно было выбирать? Или, в принципе, оно как-то легко сложилось? Ну, вообще, мне кажется, что кастинг, выбор, да, это вот, ну, кто-то считает 50%, кто-то считает 80%. То есть распределение, в принципе, и есть решение спектакля. То есть режиссерский угол зрения на эту пьесу, еще что-то. Допустим, кто-то считает, что Марфа, вот, персонаж Ольги, это старая женщина, там, да, ну, старая служанка еще. Хотя это нигде не написано у Островского. То есть там где-то, опять же, в письме, в исходнике старая служанка пишет, но в оригинале пьесе этого нет. И вот как раз, чтобы внести, как бы, и движение, и драйв, и дело в том, что там есть взаимоотношения со слугой, с Мироном, да, то есть там есть пара господ, есть пара служанка, слуг, да. И я выбрал вот такое распределение, молодую Марфу. И вот посмотрим, как это сработает. То есть это всегда сложный процесс, и над распределением ни в коем случае нельзя торопиться в этот момент. Нужно, вот, потому что это такой корабль, мы на него сходим, дальше рубятся канаты, и мы плывем. Так что это всегда сложно, всегда болезненно, тем более, что в лабораторной работе, я, то есть, когда приехал уже делать спектакль, полную пьесу, я что-то поменял, распределение изменил. То есть у меня была Катя на роли Софьи Сергеевны, там есть такой персонаж, а потом я понял, что она должна быть старше, то есть это уже другое поколение, нежели главная героиня Явлали. И мне пришлось изменить. Вот, поэтому, да, сложно, это всегда сложно. Совсем немного времени у нас осталось. Давайте, приглашайте, говорите, когда, где, все ли смогут попасть на премьеру, и как много предусмотрено показов этого спектакля. Ну, если все будет благополучно, ничто нам не будет препятствовать, то 3 июня вроде как бы мы должны сыграть премьеру. Будем надеяться, что это все случится. В общем, июнь в любом случае. Да, июнь, да, всех ждем, нам очень интересно, мне интересно, потому что я буду премьерные спектакли смотреть, посмотреть, как спектакль рождается на зрителя, да, одно дело, когда ты сидишь в зале уже сам со своей картинкой какой-то, когда на зрителе. А потом мне нужно будет уехать. Вот, так что ждем с нетерпением зрителя, который побросает лопаты в богородок, бросят грядки и на один вечер придут к нам в театр. На это мы тоже очень надеемся, уверены, что все обязательно получится. Желаем вам удачи, творческих успехов, ну и надеемся, что это не последний, скажем так, вот такой вот вариант сотрудничества, и вы будете ставить что-то еще. Спасибо вам большое. Ольга Климук, Татьяна Сроки и Егор Равинский были сегодня у нас в гостях, рассказывали про новую постановку нашего Брестского театра драмы, мы продолжаем. Продолжаем мы творческой рубрикой «Литературный четверг», очень скоро вернемся в студию. Бессонной ночью вдохновленной я написал тебе стихи, читал их живо и влюбленно, да, получились неплохие. Твои глаза меня пленили, уста заставили рыдать. Как мои руки раньше жили, ведь я не мог тебя обнять. И вновь, годами изнуренный, измученный своей судьбой, прильну к твоим ногам покорно. С тобою только есть покой. Минуты счастья быстротечны, но миру это не понять. Хочу тебя себе навечно у всех бессовестно украсть. Глаза в глаза. Плевать, неважно, насколько станем мы близки. Я буду сильным и отважным, чтобы, если что, собрав куски, восстановить все, как и было. Согреть и внутренним теплом тебя окутать, чтоб любила и забывала обо всем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня Овнам предстоят неприятные минуты разочарования в любимом человеке. Старайтесь реагировать сдержанно на происходящее событие. Извлеките урок из данной ситуации. Тельцам сегодня придется быть мягкими и покладистыми, чтобы избежать конфликтов с любимым человеком. Постарайтесь отдыхать с удвоенной расслабленностью, так как следующий отпуск вам светит не скоро. В первой половине дня близнецы получат новый рабочий проект или рабочую командировку. Не следует возмущаться свалившейся работой, она даст вам возможность максимально ярко проявить свои способности. Сегодня у раков будет не слишком загруженный день, так что останется время на неспешную прогулку и поход по магазинам. Давно пора купить подарок другу на предстоящее праздничное событие. Львам сегодня следует уделить время рабочей рутине. Накопилось немало дел, которые следует закончить. Приведите в порядок документацию. Деве сегодня придется пойти на уступки близким людям или родственникам. Ваш миротворческий талант позволит наладить отношения между давно конфликтующими людьми. Сегодня весы заключат долгосрочный контракт с деловым партнером, что выведет вашу компанию на новый уровень развития. Вечером вам преподнесут приятный сюрприз. Скорпиону не стоит держать негодование при себе. Если видите явное нарушение справедливости, то постарайтесь аргументированно донести свое мнение. Сегодня у стрельцов есть риск больших финансовых потерь, как на работе, так и дома. Будьте бдительны, не заключайте договоров с непроверенными партнерами, не вкладывайте деньги в сомнительные операции. У Козерога хороший день для меценатства и благотворительности. Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не перекладывайте заботы другого на свои плечи. Водолею сегодня не стоит брать кредиты, пока ситуация с вашим финансовым положением не определена. Лучше попросите в долг у семьи или друзей. Рыбам придется держать проявление своего характера в узде. Раздражительность и эмоциональность не помогут вам в отношениях с коллегами и родственниками. Продолжаем дарить подарки с утра пораньше. Сейчас у нас на кону сертификат на посещение зеркального лабиринта. Телефон студии 21 55 65. Для того, чтобы посетить это удивительное место, вам необходимо дозвониться к нам по телефону 21 55 65 и ответить на вопрос, который мы подготовили для вас. Несложный, но при этом связан с лабиринтом. Самый большой лабиринт в мире находится в Англии. Его территория 60 соток. А вот какова протяженность дорожек, друзья, хотим мы спросить у вас. Давайте будем угадывать вместе. Можно сразу сделать подсказку, сколько километров нужно пройти для того, чтобы из этого лабиринта выйти. Было бы очень любопытно посетить такое место. Мне кажется, что нужно быть подготовленным для того, чтобы не запаниковать в такой ситуации. Да, точно уж запаниковать не удастся в зеркальном лабиринте в городе Бресте. Несмотря на то, что он тоже очень большой, много там интересных зон есть в этом лабиринте. Но сотрудники, конечно, помогут вам, если вы совсем-совсем заблудитесь. Зеркала, которые в этом лабиринте существуют, есть, они помогут вам создать иллюзию невероятного пространства. И благодаря тому, что вы в этом пространстве будете находиться, получите незабываемые эмоции. Что ж, мы напоминаем вопрос, друзья. Самый большой лабиринт находится в Англии. Занимает он по территории 60 соток. А вот какова протяженность дорожек, то есть сколько километров нужно пройти, чтобы из этого лабиринта выйти? Мы хотим спросить у вас. У нас есть звоночек очень быстро. Петлять, то можно и 10 пройти, наверное, и 20. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Наталья. Наталья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько километров нужно пройти, чтобы из этого лабиринта выйти? Протяженность дорожек, смотри, одна вторая мили. Ух ты, а в километрах? Ну, давайте умножать. Вот я не помню, там специально формула существует. Ну, Англия живет в милях, поэтому мы принимаем этот ответ. На самом деле, это один из... Ну, может быть, вы были в таких каких-то лабиринтах? Нет, не было жизненного опыта? Не попадали? Нет, нет, вы знаете, не были. А в зеркальном лабиринте вы были? Я не была, дочка моя старшая была. Как? Мне очень понравилось, она в восторге, да. А сколько дочке старше лет? 10. Как ее зовут? Кристина. Рядом с вами? Нет, она сейчас на волейболе. Отлично, как раз спорт. У нас продолжение в программе будет спорт. Спасибо, что вы сейчас были с нами. Оставайтесь на линии, вам расскажут, как забрать сертификат. Ну вот, касаемо, вот ребенок на спорте с самого утра, это прекрасно. Спорт – это жизнь. Спортом нужно заниматься всем, невзирая на возраст. Главное – делать это в меру своих физических возможностей. Собственно, все зрители нашей программы могут сделать прямо сейчас утренняя зарядка вместе с нашим фитнес-инструктором. Доброе утро. Мы с вами продолжаем серию наших функциональных тренировок, и теперь мы шагнем на уровень выше. Почему выше? А потому что мы будем работать с большим утяжелением. Это митбол. Тяжелый мяч, который может весить от 3 до 9 килограмм. Сегодня мы поработаем именно с ним. Кстати, альтернатива – если у вас нет мяча или чего-то тяжелого, молодые мамочки могут работать со своим ребенком. Я думаю, ему тоже это понравится, будет веселая игра. Ну что ж, первое наше упражнение – это присед с выжиманием мяча. Мы опускаемся в глубокий присед с прямой спиной, таз идет ниже параллели с полом, опускаем мяч практически вниз до пола, поднимаем к себе и на выдохе выжимаем. Снова вниз, выдох, вниз, выдох. Если же вы держите своего ребенка, конечно, вы не будете опускать его очень низко. Вы можете его просто чуть-чуть приподнимать, а у него будет ощущение, что он летает. Это упражнение задействует мышцы ног, пресса для того, чтобы держать корпус прямо, и, конечно же, мышцы рук и плеч. Еще раз вниз, выдох, выдох. Одно такое упражнение с достаточно тяжелым мячом может вам заменить полноценную тренировку, потому что у вас задействована большая группа мышц, и вы действительно чувствуете работу. Второе упражнение мы уже выполним на пресс, и нам понадобится для этого коврик. Очень часто в обычной своей жизни вам всегда приходится что-нибудь поднимать с пола. Иногда в положении лежа, иногда в положении сидя. И для того, чтобы такие ситуации проходили для вас безболезненно и безболезненно для вашей спины, мышцы пресса должны быть подготовлены. Итак, начнем наше первое упражнение. Мяч вы держите перед собой, ноги согнуты, спину мы немножко округлили, подтянули живот и отклонились на такой угол, под которым вы чувствуете, что напряжение на пресс уже достаточное. И именно в этом положении вы выполняете повороты. Не просто руками, а целиком корпусом. Развернулись. Видите, грудная клетка целиком повернута. Не вот так, а вы разворачиваетесь целиком с плечами. И в другую сторону. Выдох, выдох, выдох. Можно немножко изменить это упражнение. Положить мяч, повернуться, забрать мяч, положить в другую сторону. Это упражнение уже будет ближе к вашей обычной жизни. Вы что-то взяли, перенесли. Взяли, перенесли. При этом мышцы пресса мы не расслабляем. Поехали. Выдох, выдох. Можно просто касаться пола. Выдох, выдох. Старайтесь убрать полностью напряжение в поясничной зоне и сконцентрироваться только на мышцах пресса. Выдох, выдох. В зависимости от тяжести вашего мяча вы выполняете от 30 до 50 повторений. Можно в один заход, а можно в три круга. Надеюсь, эта тренировка была для вас полезной. Вы зарядились нашей бодростью, и у вас сегодня будет отличный день. Всего доброго! Не только стать ведущим, но еще и получить отличные подарки. Вы можете, приняв участие в конкурсе, который сейчас проводит телеканал «Беларусь-4 Брест». Фотоконкурс под названием «Семейный спортстайл» — это ваша возможность, друзья. Да, необходимо прислать фотографии вашей семьи, где будут все дети, родители, бабушки, дедушки, все-всех тех, кто занимается спортом. Прислать фотографии необходимо до 31 мая. Итоги мы подведем 1 июня. Напомню, что каждый год в этот день телеканал «Беларусь-4 Брест» проводит благотворительный телемарафон в этом году. Главная тема — это спорт и дети. Ну, а принять участие в нем может любой желающий. Так что присоединяйтесь. Становитесь зрителем, участником, помогайте своему ребенку стать ведущим, осуществите его мечту. Все очень просто. Главное, чтобы у вас было желание это сделать. Мы же продолжаем наш эфир любопытным. И видеофактом, который заставляет улыбаться. Кстати, вот тоже отдаленно связан с семьей. Расскажу, почему. Две рыси, вот они, кстати, на экране, которые встретились на дороге в канадской провинции Антарио, быстро стали знаменитыми. А знаете почему? А все потому, что животные стошно кричали, их голоса напоминали человеческие. Похоже, да, что-то в этом есть. Да, ранее, кстати, нашу географику уже писали об аналогичной ситуации. Скорее всего, рыси встретились на границе своих территорий, судя по их поведению, такому не очень адекватному. Ну, почему говорили о семье? Потому что некоторые специалисты, наблюдая за этим видео, сказали, что возможно, это были брат и сестра, которые выясняли отношения. Почему они так решили? Такая детская ссора. Детская ссора. Ну, не хотелось бы мне с этими детишками встретиться. Вот так вот на дороге. Тем не менее, факт интересный, согласитесь, и заставляет улыбаться. Ну, и далее об интересных фактах мы поговорим в нашей следующей рубрике. Гао Бинго установил рекорд, как человек с рекордным количеством пчел на теле. Общая масса насекомых составила 108 килограммов. Он терпел 2000 укусов на своем теле. Гао – заядлый пчеловод, который сдержал их более 35 лет. Сначала Гао Бинго принял ванну, потому что пчелы меньше кусают людей без запаха. Чтобы полностью одеться в пчелиное обмундирование, понадобилось около 4 часов. Под конец испытания тело Гао Бинго укрыло приблизительно 1 миллион пчел. Алерт – самое северное поселение с постоянными жителями. Алерт располагается приблизительно в 800 километрах от Северного полюса. Ближайший населенный пункт находится в 540 километрах к югу, в Гренландии. Это место так близко к Северному полюсу, что оно не может соединиться со спутниками связи, потому что их орбита лежит ниже горизонта. В течение четырех месяцев Алерт живет в полной темноте. В течение других четырех месяцев солнце никогда не покидает небо. Земля покрыта снегом в течение почти 10 месяцев в году. Зимы суровые и холодные. Минус 30 – это обычная температура за окном. Несмотря на жесткие условия, в этом захолустье всегда можно найти пару десятков человек. Недавно был установлен новый рекорд – прыжок в воду с самой большой высоты. На этот раз прыгуну покорилась отметка в 58 метров 80 сантиметров. Смельчаком оказался швейцарец Лассо Шалли. Лассо заслужил репутацию самого отчаянного прыгуна. Но почти 60 метров – это нечто большее, чем все, что у него было в послужном списке. Для установления рекорда Шалли выбрал живописный водопад. На вершине скалы был установлен помост. В бассейн погрузились несколько раз с аквалангом, чтобы узнать, достаточно ли глубина для погружения после падения. Ну что ж, еще один интересный факт, друзья, который не может нас не радовать. В Брестской области с начала текущего года количество вакансий увеличилось почти на 24%. На предприятиях региона наиболее востребованы водители, трактористы, шеи, продавцы, также бетончики, штукатуры и много-много других специальностей. Также возникла выросло число вакансий, предназначенных для неквалифицированной рабочей силы. Ну, специалисты отмечают, что увеличение потребности в кадрах на предприятиях общественного питания отмечено, и торговли. Ну, собственно, что можно сказать? Кто ищет, тот найдет. И для того, чтобы найти себе работу, которой вы мечтаете, и которая бы вам подошла, нужно всего лишь обращаться в органы по труду и занятости. Ну и помните, что помимо работы необходимо человеку правильно отдыхать. И для того, чтобы хорошо отдыхать, уж точно погода в этом может помочь или наоборот. Сегодня у нас прохладный достаточно день, однако плюс 21, до 23 максимально прогнозируют наши синоптики, но северный ветер немножко добавит такую некомфортную ситуацию. Но все-таки солнце, поэтому самое время, мне кажется, уделить ребенку. А солнце улыбается нам, да, и, собственно, мы должны улыбнуться на всему миру, друзья. Что сулят нам синоптики, посмотрим прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» 24 мая, четверг на календаре. Друзья, пускай этот день для вас станет по-настоящему удачным. Сегодня в студии для вас работали Екатерина Нечапорук и Виталий Иванов. Мы прощаемся с вами. Всего самого хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!